33 года работала в районном отделе социального обеспечения. В райсобесе поручить. 33 года. Чем? Инспектор по назначению пенсии. Целый день же люди ко мне шли на прием. Кому что, кому пенсия, кому что. Разговора у нас не было, потому что боялись. К матушке Месаиле мы собирались все, верующие с храма, собирались, узнали о том, что такая бабушка была, как, всевидящая. К живому мы не ходили. Да и как-то тогда не пойдешь. Если узнают, то накажут, короче говоря. А потом мы ходили поездом до полевой. Мы ехали поездом электричкой в 6 часов утра. А потом шли пешком по лугу. Там, я не знаю, сколько километров, 4 или сколько, не знаю, 6, да, с полевой. Ну, мы шли через луг. Один раз шли вокруг. Вот такая поднялась буря, темнота, дождь. А мы шли, когда уже плохо идти, пошли вокруг. Идем, то, темно. Она говорит, ну, не бойся, мы же идем к матушке, ничего с нами. С нами ничего не случится. И все, значит. И вот мы ходили к матушке. Я не знаю, конечно, что я имела от этого. Я не, как говорится, не просеивала, что мне осталось от нее, что мне не осталось. Мы просто ходили, и все. Потому что все ходили раньше. И теперь к живой. И теперь мы заходили в ее домик. Была там ее внучка. Печечка там у нее была. Маленький столик. Трое ручицы икона в уголочке. И все. Вот такое. Очень маленькое. Акафис читали с матушке. Тогда, когда мы первый раз ходили, там была очень крутая гора. И спускаться было трудно. Ну, тогда, что мы на эту гору спустились, да и поднялись. Да. И вода была такая прозрачная-прозрачная. Из горы. Вот такая ширина, такая большая. Из горы текла, текла, текла. Ну, мы умывались, конечно. Руки там, нои помыли. А этого купальни не было. Это потом уже, через сколько лет, уже появились порожки. Много. Купальня появилась. А я теперь уже редко там бываю. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok